Всем привет! Меня зовут Александра Киевская и добро пожаловать на мой канал. Как вы можете заметить, сейчас светлое время суток, без 26 на моих часах, и прямо сейчас я смотрю на здание, которое находится за множество-множество километров от моего дома. Сейчас я вам его покажу. Вот, друзья, вот сегодня мы дождемся темноты и пойдем туда. В общем, решили мы все-таки обойти это здание. Нашли там мужчину, который стоял буквально в новом доме, здесь рядом с этой заброшкой построен новый дом. Мы решили к нему подойти и спросить, что это за место, потому что подумали, что он об этом месте что-то должен знать. Это самое здание, на которое я смотрю сейчас и вам его уже показываю, это когда-то был штаб, где сидели командиры. И вы просто себе не представляете, какое здание находится за тем корпусом, куда мы отправимся сегодня. Я думаю, что это будет следующий ролик, и вы просто офигеете от того, насколько он большой, насколько он красивый. И на самом деле он больше похож на университет какой-то, даже больше, чем на какую-то военную летную там часть. Но я вам обещаю, что это будет очень-очень круто, а также очень опасно для нас, потому что что это здание, что то здание огромное находится в очень аварийном состоянии. Кстати, то здание это вообще казарма. Я туда заглянула и офигела от того, как там все провалилось. Но я туда схожу для вас обязательно, потому что вы знаете, что я такой человек, который если говорит, то обязательно делает. Поэтому сейчас пока что ждем темноты и уже отправляемся снимать. Я уже, честно говоря, дождаться не могу. А еще, ребят, я пыталась найти об этом здании хоть какие-то сведения. Но вообще, к сожалению, ребят, навигатор говорит, что у этого здания вообще нет ни номера, ни названия. Вам остается, ребят, только пожелать нам удачи. Ну что, ребят, за окном, как видите, полная темнота. Вот там вот только чей-то свет. И здесь прямо вот со входа вот такая вот надпись. Мы следим за вами. Стоп, смотри. Ого. Смотри, кто-то потерял. Так, а что это? Где? Посмотри. Это чья-то шуба. Меха какие-то, реально. Слушай. Есть кто? Там кто-то наверху. Есть кто-то? Там все нормально? Конечно. Все, это самое главное. А что это? Не-не, мы здесь видео снимаем, ребят, так что никому мешать не будем. Хотя бы спуститесь для приличия. В глаза хоть посмотри. Потому что я чуть более дерзкая, ребят, в этом вопросе. Если что, Сережа пытается сюда лояльно, а я нет. Привет. Можно смоткаться? Можно. Неожиданно, ребят, поворот на заброшке. Так, ладно, ребят, техническая остановка. Мы продолжаем нашу съемку, ребят. Это было очень неожиданно, потому что, ну, вы знаете, не всегда встречишь своих же подписчиков на заброшке, тем более в такое время, и вообще непонятно, что они здесь делали. Ну, да, это не важно. Они вроде бы, в принципе, адекватные ребята. Почему? Что они ждали здесь нас. Да, просто эти ребята нас увидели еще днем, пока мы здесь стояли и ждали, когда потемнеет. И все-таки, как видите, дождались. Но, тем не менее, это нас не останавливает. Мы идем дальше. Те ребята пошли наверх, а мы пока будем здесь. И сейчас пойдем еще поищем в этом здании подвал, потому что подвалы я очень люблю. А еще ребята поведали нам, что где-то здесь, над нами, на втором этаже, обитают люди без определенного места жительства. А здесь вот, я так понимаю, кто-то эту дверь очень сильно не взлюбил и по ней бил ногами. Кто и зачем это сделал, я без понятия. Потому что я в этом месте первый раз и вообще я не могу этого никак знать. Но, тем не менее, эта дверь немножечко избита. Что тут в этой комнате пытались найти? Ничего, здесь только очень сильно воняет сыростью. И такое ощущение, как будто сейчас подо мной проломится пол. Хотя я на первом этаже, в принципе. Так, я пока отправляюсь дальше по коридору. Вообще, как-то все пусто. Слушай, стой. Так, ощущение, как будто кто-то дышит. Вот и уже да, теперь мне доверяешь, да, моим чувствам слуха. И, ребят, кстати, обратите, пожалуйста, внимание, вот я сейчас сказала, что я что-то слышу. И реально вышли оттуда люди. Ну, как бы, мой слух это такая штука вообще, которая редко меня подводит. И когда я что-то слышу, то это значит, что я действительно что-то слышу, а не просто наигрываю, как вы мне пишите в комментариях. Вот. Поэтому, ребят, не пишите мне такого, потому что, блин, я пытаюсь себя и Сережу в первую очередь обезопасить от лишнего чего-то прибытия здесь. Просто, ребят, я на самом деле, если чувствую, что кто-то где-то ходит, то мне, знаете, не особо комфортно вообще встречаться, контактировать как-то с людьми вот в таких вот местах. Потому что, ну, ситуации бывают разные. Что, идем на второй? Да, пойдем, конечно же. А еще, Сереж, там есть дверь какая-то? Иди где. Вот, вот прямо вот здесь вот напротив. Вот эта дверь. И она вообще, как бы, типа, как бы и на ключе, но я так понимаю, что она открыта. На ключе закрыта? Серьезно? Да, действительно, вот, смотрите, дверь закрыта. Я так переживаю теперь. Ну что, ребята, обошли мы полностью этот весь большой-большой дом. Никакого подвала мы, к сожалению, здесь не нашли. Но я полагаю, что в следующем видео будет интереснее, потому что мы идем в большую-большую казарму, которая размером таким, наверное, как обычный девятиэтажный дом. А с вами была Александра Киевская. И всем пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...